ВЫБОРЫ БЕЗ ВЫБОРА Назарбаев обнулил значение Конституции задолго до Путина еще в 1995 году. С тех пор ключевые решения и назначения в стране утверждает один только Назарбаев. Монополия партии Нур-Атан охватывает каждого Акима и обе палаты парламента. Нам надо было быстро что-то делать. И данными мне полномочиями нашим парламентом в течение полугода было издано 147 указов, имеющих силу закона, принятых в 1995 году. Изменения в законе о выборах перекрыли пути во власть простым людям. Местные парламентские выборы проводятся только для создания видимости конкуренции. Все решения Назарбаев принимает руками своих карманных депутатов. Любой неугодный человек по одному приказу выбрасывается из системы и заменяется новым. Если Акордой и Акиматами Назарбаев управляет напрямую, то для фальсификации президентских выборов приходится прибегать к схемам. Фальсификации всех президентских выборов, включая выборы Токаева в 2019 году, проведены по одной схеме. Для полного контроля Назарбаев расставил своих родственников на ключевые должности в государстве. Не только как руководитель, один из руководителей партии НРОТА, но и как гражданин я поддерживаю полностью эту политику, которую наш президент проводит. И как гражданин я считаю, что он достоин того, чтобы и дальше управлять нашим государством. Две партии бюллетеней печатают в частном издательстве Кайрата Сатыбалды, племянника Назарбаева. Одну партию направляют на избирательные участки и утилизируют. Вторая партия заполняется нужными голосами под контролем КНБ. Процессом руководит доверенный помощник Карим Масимов, которому приставлен первый заместитель главы КНБ и племянник Назарбаева Сама Табиш. За правильный подсчет голосов в Центральной избирательной комиссии отвечает Берег Имашев, еще один родственник Назарбаева. Мы все прекрасно знаем, что за 30 лет правления страной Нурсултаном Назарбаевым никогда честных выборов не было и при нем, и при его последователе, как Токаев, не будет. Это очевидно. Поэтому, собственно, это простое знание, знание истории, знание политической системы позволяет не только мне, но и всем сделать этот вывод. На следующей неделе пройдет заседание верхушки партии Нур-Атан. Назарбаев объявит партийные перестановки и новые выборы в парламент. Шеф крайне недоволен работой Токаева, потому что тот не проводит курс елбасы. Назарбаев жестко расправляется с инакомыслием даже внутри семьи. Заявление о съезде Назарбаев сделал на следующий день после того, как по его приказу убили его сына и султана. Семья безуспешно пыталась заткнуть ему рот. Наряду с разоблачением коррупции внутри семьи, айсултан неоднократно предупреждал, кто планирует его убить. У моей матери цель одна – сесть в кресло президента республики Казахстана. А вы этому как-то мешаете? Мое существование этому мешает. На убийство Айсултана вся семья отреагировала крайне сдержанно. Мать дала короткий комментарий на странице фонда Назарбаева. Брат Нурали и тетя Алия обошлись постом в Инстаграм. Их скорбь демонстративна, ведь когда Айсултан открыто просил о помощи, никто из родственников его не поддержал. А Нурали тебе помогает как-то в этой ситуации? Нет. Он же сейчас в Лондоне? Не помогает. Не помогает, да? Но он же в Лондоне живет, да? Да, да. То есть он вообще не звонит тебе вообще даже ничего, да? Да, да. И Аида тоже тебе не звонит, да? Да. А кто-нибудь из родственников тебе пытается помочь как-то, решить проблему? Ну вот сейчас никто. Когда Айсултан выступил с теми самыми безумными заявлениями об инцесте и прочем, я на следующий день опубликовал в Фейсбуке фальшивый ДНК-тест. Это была попытка его образумить и оградить от мести деда. Теперь, когда его нет, наверное, мне можно сказать уже и правду. Он действительно не сын Рахата. Признался экс-председатель КНБ Альнур Мусаев. Айсултана убили, как и его отчима, Рахата Алиева. Так Назарбаев расправляется с теми, кто угрожает его единоличной власть. Народ должен помешать одному человеку держать страну в страхе. Штаб ДВК сделал публичное заявление о том, что после прихода к власти Временного правительства преступная группировка Назарбаева будет арестована и отдана под суд. Украденные ими сотни миллиардов долларов будут возвращены в бюджет Казахстана. На прозрачных, демократических выборах будет избрано народное правительство. Архаичная должность президента будет ликвидирована. Штаб Демократического выбора Казахстана обратился к сотрудникам силовых структур Казахстана. Это служба охраны президента, работники МВД и военнослужащие. Именно от вас, людей с табельным оружием, зависит судьба страны, и то сможем ли мы мирно сменить преступный режим Назарбаева? Лидер ДВК Мухтар Аблязов озвучил ряд предложений силовикам, которые будут осуществлять арест главарей преступной группировки Назарбаева. Штаб Демократического выбора Казахстана сегодня озвучивает ряд мер, которые дают выход представителям силовых структур принять решение и перейти на сторону народа. Весь мир видел зверства, на которые способен белорусский диктатор ради сохранения власти. Достаточно, чтобы небольшая группа высокопоставленных силовиков отказалась выполнять преступные приказы узурпатора. Именно они в состоянии остановить насилие над протестующими. Вы видите, как работники милиции поэтапно переходят на сторону народа. Это будет происходить повсеместно, включая и армию. Но, уважаемые друзья, вы понимаете, что те полицейские, которые участвовали в избиении мирных граждан и протестующих, безусловно, понесут ответственность. И в этом смысле те события, которые происходят в Беларуси, являются показательным уроком для работников нашей полиции. Чтобы обезглавить преступную группировку, достаточно ареста только четырех человек. Все преступные приказы распространяют конкретно Нурсултан Назарбаев, Карим Масимов, Самат Абеш и Касым Жомар Токаев. Их арест моментально обезоружит режим и остановит волну преступлений по отношению к казахстанцам. Каждый участник группы, которая проведет арест, получит вознаграждение в размере одного миллиона долларов и четырехкомнатную квартиру в Астане или Алматы по выбору. Группа, которая осуществит арест, может состоять из десятков и сотен человек. Каждый из ее участников получит по миллиону долларов и четырехкомнатной квартире. Это ничтожно малая плата за сохранение жизни и здоровья наших сограждан. Еще это незначительное дополнение гордости за восстановление честного имени силовых структур. Мы даем возможность службе охраны президента, всем тем, кто осуществляет охрану этих четырех названных лиц, выбор. Совсем скоро произойдет смена режима Назарбаева. И вы, безусловно, будете обвиняться в том, что вы защищали государственных преступников. Но султана Назарбаева, Хасамжумарта Докаева, даже если в этом аресте со стороны службы охраны президента будет участвовать 200 или 300 человек, каждый из этих 200 получит по миллион долларов и по квартире в размере до 200 квадратных метров в Алмате или в Астане. У вас еще есть время, буквально несколько месяцев, когда вы можете большой группой сотрудников договориться между собой и осуществить арест этих четырех людей. Также по 10 тысяч долларов получит каждый участник решающего митинга, который приведет к смене режима Назарбаева. Денег на выплаты вознаграждений достаточно. После конфискации украденных кланом средств бюджет удвоится. Когда на улице страны выйдут десятки тысяч людей, эти люди должны управляться организованными ячейками. И в этой связи я снова и снова повторяю, что необходимо в каждом городе создавать ячейки минимум из пяти человек, состоящие из доверенных лиц. Эти люди должны выйти на штаб, который находится в Киеве, на меня. Мы организуем прямой эфир в Зуме и будем договариваться о совместных действиях. Диктаторы бегут от правосудия и народного гнева, бросая своих защитников на милость толпы. Мы предоставляем сотрудникам силовых ведомств достойный выход. Вы сможете сохранить честь мундира, при этом обеспечив себя и свою семью. Вам не придется бежать из Казахстана и скрываться всю жизнь. Задержав четырех преступников и передав их суду, вы спасете себя и свой народ от убийц, руки которых по локоть в крови. Я призываю наших сторонников, именно тех, кто хочет перемен, реализовывать эту программу, создавать ячейки и готовиться к смене этого политического строя. Неизбежно. Неизбежно смена произойдет. Сегодня это будет Беларусь, завтра это будет Казахстан, и мы должны все процессы взять в свои руки. 19 августа в Мали восставшие офицеры арестовали коррумпированных чиновников. Добились полной отставки правительства и президента. Военные показали свою силу. Силовые структуры Беларуси постепенно отказываются выполнять преступные приказы Лукашенко и переходят на сторону народа, несмотря на то, что зарплаты на порядок выше, чем ваши. Молодцы! 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 Но уважение граждан дороже подачек режима. Вспомните, кому вы давали присягу? Этим бандитам или казахстанскому народу? ПОЛИЦИЯ СНОРОДОМ! Пока вы смотрите, в комментариях кипят обсуждения. Поделитесь своим мнением и вы. Также подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Александр Лукашенко больше не может утверждать, что среди протестующих только тунеядцы и провокаторы. Массово уходят на бессрочные забастовки работники государствообразующих предприятий. Диктатор идет на обманы и ухищрения, чтобы сохранить власть. Но народ больше никогда его не простит. ПОЛИЦИЯ СНОРОДОМ! Пролито много крови простых людей. Теперь Лукашенко может выбирать только между китайским бункером и гаагским трибуналом. Раньше именно обычных трудяк считали основным электоратом Лукашенко, но сегодня они оскорбляют его прямо в лицо. Пока вы меня не убьете, другим выбором не будет. Пошел, б***ь! Застрелись, офицер! Если хоть один спровоцирует что-то здесь, разберемся жестоко, поэтому будь мужиком. Вас толпа, а я один. Опусти телефон. Прямые оскорбления и забастовки прижали диктатора к стене. Лукашенко резко стал обещать изменения Конституции, референдумы, даже небольшую вероятность своего ухода. И по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы и парламента, и президента, и местных органов власти. Эти обещания – крокодиловые слезы. Декоративные реформы позволят режиму Лукашенко выиграть время, чтобы укрепить свою диктатуру. Но больше времени не осталось. Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет. Даже когда я буду мертвым, я это не позволю вам. Лукашенко превратился в изгоя на международной политической арене и вынужден ретироваться. Массовые протесты внутри страны не оставляют режиму другого выхода, кроме как просить поддержки. Лукашенко потерял поддержку ключевых государственных предприятий. Силовики массово отказываются от погон и выбрасывают форму. Им уже найдена замена в соседнем государстве. На дороге Петербург-Псков заметили колонну российской техники. Без опознавательных знаков. Номера сняты, наклейки сняты. Идут на мин, скорее всего. В сопровождении два УАЗа с чемоданами, с громкоговорителями. Работников телевидения, объявивших забастовку, также заменили российскими специалистами. Среди белорусов не нашлось никого, кто продолжил бы выполнять преступные поручения власти. Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в республике нет денег на маски для медиков. Мы собираемся всей страной. Но зато у нас есть деньги на новых сотрудников для новостей. Правительство Пятого по величине города Гродно уже сотрудничает с протестующими. Демонстрантам пообещали дать время в телеэфире и не наказывать за забастовки. Нарастает давление международного сообщества. Лидеры 27 стран Евросоюза единогласно заявили, что Беларусь должна провести новые выборы. Против Лукашенко и его сообщников введут экономические санкции. А для поддержки протестующих выделят 53 миллиона евро. Семья Лукашенко уже выслана в Китай, где диктатор заранее договорился об убежище. А куда после захвата административных зданий убежит Назарбаев и его банда? Успеют ли они избежать справедливого суда? Это зависит от людей, которые сейчас работают охранниками этого преступного режима. Когда народ сделает свой выбор на площадях, силовики должны будут сделать свой выбор. Ну что ж, на сегодня все. Ставьте лайк под видео и жмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о новых выпусках. С вами были новости 16.12. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok